Добрый вечер. В Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Берышева. Трагедия на дороге в Ривненской области. Маршрутка столкнулась с двумя автомобилями. Погибли 4 человека. С пистолетом на подростка под Киевом пьяный помощник нардепа подстрелил 14-летнего парня. За что? Рулевые Америки. На чьи советы опирается Трамп, принимая решение, почему глава Пентагона узнает о них из телевизора? 4 человека погибли и 8 были травмированы. Это последствия ДТП на трассе Киев-Ковель-Ягодин в Ривненской области. Накануне вечером в районе Сарна иномарка столкнулась с микроавтобусом и грузовиком. Причины этой аварии выясняла моя коллега Снежана Сидорук. Елена одна из пассажиров маршрутки Киев-Ковель. Они с мужем ехали из столицы в Польшу на работу. Сейчас она в Сарнинской больнице. Ребра было у меня и травмы головного мозга. Ну и так он, сынеки по всему телу. Саму ДТП я даже не помню, я и не знаю, потому что я как раз с мамой по телефону болотала. Вместе с Еленой в больницу привезли еще семерых пострадавших. Двух чуть позже отпустили домой. Это место аварии. Легковушка выезжала на главную дорогу и не пропустила маршрутку, рассказывает один из участников ДТП Николай Попач. Он был за рулем грузовика. Подъезжаю до этого перекрестка, но вижу, что со стороны Орловки машина едет легково. Он для трассы припинился и потом резко начал врухаться. Маршрутка бьет его, выкидая маршрутку мне на зустричную и ударается маршрутка в меня. От удара маршрутка перевернулась. В салоне находились девять пассажиров и два водителя. Один покип на месте, второй скончался чуть позже в больнице. Не выжили и двое пассажиров. Несколько человек оказались зажатыми в искореженном салоне. Их извлекали спасателем. А вот водитель легковушки не пострадал. Автомобиль он купил всего три недели назад. 20-летнего водителя легковика затримали в порядке статей 208 КПК Украины и поместили до изолятора тимчасового отримания. Наразі решится вопрос о сообщении ему о подозрении в члене злочину и обрание меры запобежного захода. В соответствии с медицинским исследованием молодец был тварезем. В Сарнинскую больницу продолжают приезжать родственники пострадавших. Среди пассажиров были жители Харькова, Кропивницкого, Киевской и Полтавской областей. Если вину водителя легкового автомобиля докажут, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Юлия Косян, Снежанов Сидорук, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер, Ривненская область. Помощник народного депутата Юлия Мамчура, Олег Штанько, сегодня открыл стрельбу на футбольном стадионе, где находились около 70 человек. Мужчина был пьян. Экспертиза показала 2,6 промилле. Он ворвался на спортивную площадку и стал стрелять по детям из травматического оружия. Одна из пуль покасательно задела ногу 14-летнего подростка. Сейчас в его жизни ничего, к счастью, не угрожает. Полиция задержала злоумышленника на месте происшествия. Представники Киева Святошинского отдела полиции установили особу та затримали правопорушника. За данным фактом открыто криминальное проведение за частью 4 ст. 296 Криминального кодекса Украины. Хулиганство. Наразі тривають слідчі дії, проводиться перевірка за данным фактом. Нардеп Юлий Мамчур за поведення своєму помощника был вынужден извиняться. На своей странице в Фейсбуке он назвал його поступок позорным и попросил прощення у ребенка его родителей. Но вот риторика некоторых нардепов чаще обличительная. При этом они предпочитают красоваться перед объективами телекамер, они в сессионном зале, поскольку появляются там крайне редко. Комитет избирателей составил целый список таких прогульщиков о лидерах в нашей короткой справке. Много разговоров, мало дел. Комитет избирателей назвал депутатов прогульщиков этого месяца. Список, как оказалось, немаленький. 79 народных избранников. Несложно догадаться, кто возглавил эту армию прогульщиков. В центре событий скандально известный депутат Вадим Рабинович. Лидер партии «За життя» любит путешествовать. То в Израиле отдыхает, чье гражданство имеет, то в Европу наведается. В любом случае, согласно данным КИУ, Рабинович пропустил 90% парламентских сессий. Соответственно, 90% голосований. Благодаря нехитрой математике можно сделать вывод. Из 24 дней в месяц отработал полтора дня. И как положено обозначил свое присутствие. Толкая пламенные речи в кулуарах, естественно, перед объективами своих камер. По мнению экспертов, лидер партии «За життя» надеется на плохую память избирателей. Но подобное, как правило, не прощается. А вот парламентские коллеги Рабиновича считают, что его давно пора приструнить. Нет таких компетентных органов. Это бороться должен избиратель. Когда будет ответственность политиков за их деятельность в парламенте, тогда и перестанет это быть. Просто политики, еще раз повторюсь, прекрасно знают, что они не несут никакой ответственности за любые прогулы и так далее. Избиратель все забудет. Точно совершенно плевать на то, что и думают избиратели по поводу его прогулов. То, что Рабинович попадает в канадальные ситуации, он их провоцирует. Вадим Рабинович, лишь 2% своего рабочего времени был в зале парламенту. Вадим Рабинович не внес ни до моего комитета, ни до других комитетов, ни одного фахового, серьезного, системного законопроекта, за который можно было бы голосовать. Украинскому парламенту нужно больше специалистов, а не народных артистов. Он просто выступает, как дед панасового времени, рассказывает казки украинскому народу. К слову, Сергей Каплин направил депутатский запрос в правоохранительные органы, поскольку Рабинович по уши в коррупционных скандалах. И сегодня к делу, которое ведет НАБУ, приобщены новые свидетельские показания. На Донбассе 5 обстрелов. С начала суток дважды боевики открывали огонь из оружия запрещенных калибров. Возле Крымского били из минометов и гранатометов, а в районе Водянова пытались даже атаковать. Неспокойно и на позициях в Зайцеве. Там работала наш военкор Ирина Баглай. На нулевку, как называют ближайшую к противнику позицию военные, добраться непросто, а на месте сразу ищи укрытие. Непонятно, откуда он стреляет. Ну, вот доед. Красноречивее рассказов пули, которые после обстрелов Александр насобирал на позиции. Бояка. Такая реакция у боевиков на любое оживление на позиции наших пехотинцев. Поэтому за линией копов врага дозорные наблюдают только из оптики. Начинают стрелять. Начинают стрелять одиночными. Моют очередь, моют из автомата, с пулемета. Днем тишину в Зайцево прерывают такие одиночные выстрелы из автоматов. И слышно, как разрываются гранаты. А вот ночью летит уже со всех сторон. И от выстрелов РПГ они защищают даже вот такие укрепления. Не единожды бойцы фиксировали, что противник использовал против них огнеметы. Вокруг все пожжено. Черные столбы – то, что осталось от деревьев. В результате попадания трассерных пуль. С их помощью противник корректирует огонь. Их время – ночь. Во тьме сложнее, ведь определить, откуда российские наемники ведут огонь. И они этим максимально пользуются. Во время такого огня жди работы более крупного калибра, объясняет Василий. Вот и этой ночью за короткое время только по одной нашей позиции боевики выпустили четыре гранаты из РПГ. Активизировались так, как им только-только подвезли боеприпасы. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности – телеканал «Интер». Ситуацию на Донбассе Петр Порошенко обсудил по телефону с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает пресс-служба президента. Глава украинского государства отметил важность размещения миротворцев ООН на оккупированной территории Донбасса. И подтвердил, что Киев держит курс на альянс. Среди прочего, обсудили также подготовку к саммиту Украина-НАТО, который пройдет в следующем месяце. А также отметили необходимость освобождения украинских политзаключенных, которых удерживают в России. Но даже по просьбе генсека Совета Европы в России не готовы помиловать Олега Сенцова. Так прокомментировал письмо Трубьёна Ягланда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков накануне генсек-организации направил Владимиру Путину прошение о помиловании украинского режиссера. Но, как заявил Песков, данный документ – не основание для освобождения заключенного и сослался на то, что в российском законодательстве иная процедура помилования. Кроме этого, он сообщил, что подвижек в вопросе освобождения Сенцова нет. Самых проблемных должников за газ среди теплоснабжающих компаний назвали в правительстве. Из 214 предприятий только 35 заключили договоры реструктуризации с нафтогазом. Об этом вице-премьер Геннадий Зубко рассказал на селекторном совещании. По его информации, тепловики получили возмещение по льготам и субсидиям в размере около 4 миллиардов гривен. И теперь необходимо ускорить процесс реструктуризации их долгов. Один из самых проблемных в плане задолженности – город Харьков. Первое место занимает КП «Харьковский типовый мереж, который имеет оборудованность по газу на сегодняшний день, который включен в реестр – 1,160 млрд. Больше всего меня напоминает КП «Харьковский типовый мереж, который имеет оборудованность по газу на сегодняшний день, что я понимаю, что сегодня в КП «Харькове» отсутствует горячее водопоставление. С местом Харькова может сравниваться только в Луганской области, которая имеет оборудованность с неподконтрольных территорий 1,5 млрд. гривен за электроэнергию. Харьковчане без горячей воды с начала апреля. Жители сетуют, что проверять систему водоснабжения и устранять неполадки можно было бы и поскорее. К слову, энергетические проблемы в Харькове еще с прошлого отопительного сезона. Из-за многочисленных аварий на трубопроводах люди были вынуждены мерзнуть и неделями сидеть без воды. Тогда ситуация в городе стабилизируется, пока непонятно. Без горячей воды отопление снова рискует остаться и Славутич. Город должен около 100 млн грн. и местная власть не знает, где взять такую сумму. Что в этой ситуации делать жителям, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и тем, кто и сегодня работает на атомной электростанции, разбирались наши корреспонденты. Славутич – город энергетиков. Город, который уже второй год находится на грани энергетической катастрофы. Люди давно забыли, что такое горячая вода. А этой осенью могут остаться и без остальных коммунальных благ. Евгений – отец двух детей. Уже 9 лет работает на Чернобыльской атомной. Занимается ремонтом реакторных турбин. Вспоминает, когда в прошлом году отопление отключили, он был шокирован. Ведь только за коммуналку зимой платит около 4 тысяч гривен. Как вы думаете, они имеют право вообще моральное хотя бы отключать или что-то, вообще какие-то телодвижения делать в сторону городов? Разбирайтесь с городоначальниками, разбирайтесь с высших министерствами. Ну не надо, зачем людей трогать? У всех жены, дети и все. И болеют часто и все. Зачем вот это такое делать? Я не понимаю. В прошлом году Славутич пережил настоящий коммунальный удар. Люди остались без отопления. Его отключили из-за долгов. 25 тысяч местных жителей, это ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, работники атомной станции фактически замерзли в собственных домах. Отопление было только в детских садах, школах и больницах. Чтобы работники Киева был газа, не отрезали город от газоснабжения, люди выходили к котельной на круглосуточное дежурство. Местная власть выделила последние 16 миллионов из местного бюджета. После этого город был подключен. Но буквально через полтора месяца ситуация повторилась. Газ отключили повторно. Спасала частная котельня. Сегодня у нас по-прежнему есть довольно большие долги, в том числе и за газ. У нас есть долги перед той котельной, которая нам поставляет тепло по альтернативным источникам. Порядка 27 миллионов у нас задолженность перед ними. Особо остро сейчас стоит вопрос о выделении 50 миллионов гривен дотации в город, для того, чтобы мы смогли погасить эти долги. Решить этот вопрос долгами перед «Нафтогазом» пытаются второй год. Даже пытались реструктуризировать долг, говорит заместитель мэра. Но и сейчас город должен около 100 миллионов гривен за газ. Ситуация может повториться. Поэтому активисты написали коллективное обращение к лидеру оппозиционного блока Юрию Бойко. И политик лично приехал в Славутич разобраться в ситуации. Я прослежу, чтобы вас не отключали, потому что на самом деле это безобрание, когда город целый становится заложниками непредсказуемой политики правительства и того же «Нафтегаза». Нынешняя ситуация – это результат провальной политики властей, уверен нардеп. И не только Славутич, но и другие города Украины стали заложниками чиновничьих решений. Такие тарифы, как сегодня положили население, они абсолютно неподъемные. И поднять в 8 раз стоимость газа, в 4 раза стоимость электроэнергии для людей, а потом их отключать, потому что они не могут платить – это преступление. С этим будем бороться. Естественно, мы снизим тарифы, только будем у власти. Это даже не обсуждается, потому что я был министром энергетики, у меня и в мыслях не было взять и поднять в 8 раз стоимость газа собственной добычи для людей. По словам политика, требование МВФ относительно повторного увеличения цены газа для людей – прямой путь к социальному взрыву. Чтобы избежать этого, Украине необходимо пересмотреть сотрудничество с фондом. Наталья Шумакова, Лина Зеленская, Максим Чеблин. Подробности – телеканал «Интер». Долги у городов, долги у «Облгазов». Миллиардные суммы задолженности начисляет «Нафтогаз». Компания сегодня в центре скандала. Руководство «Облгазов» сетует на самовольное повышение цен на продажу газа. Нардепы обвиняют его в попытке теневой приватизации газотранспортной системы, а эксперты подозревают в желании монополизировать рынок распределения топлива. Все подробности в материале. «Нафтогаз» продолжает использовать старые схемы. Монополист искусственно повысил стоимость реализации топлива, из-за чего отопительный сезон 2019-го может оказаться под угрозой. Об этом сегодня заявили представители «Облгазов». Руководители предприятий Днепра, Одессы, Харькова, Херсона и Черновцов созвали срочную пресс-конференцию. Чтобы заставить НАК соблюдать закон, обратились к премьеру. Мы очень просим нашего, шанового премьер-министра, втрутиться в ситуацию и не допустить фактического банкротства всей сферы теплопостачения, скажем так, заставить выполнять постановы уряда и застосовывать ту цену, которая вызначена урядом для выработки тепловой энергии и поставки нашему населению. Кроме того, по словам председателей правления, монополист вместе с дочерним предприятием «Укртрансгаз» повесил на областные компании несуществующий долг – 26 миллиардов гривен. Происхождение этой суммы в «Нафтогазе» объяснять отказываются. Но тем временем сбивают газ по цене вдвое выше, чем определил Кабмин. На сегодняшний день в счетах мы даже не понимаем, из чего состоят эти счета, потому что услуга балансировки перемешана с услугой на ВТВ. Мы давали разрешительные письма в сторону «Укртрансгаза». Ответов мы никаких не получили. Считаем, что отопительный период 2019 года стоит под угрозой. В нашем тарифе на распределение в среднем взвешивании 50% заложено на покрытие производства технологических потерь. И если там заложена цена, например, 6 тысяч гривен, а сегодня он стоит в рынке 10,6 или 12, то, естественно, у «Укртрансгаза» неоткуда его взять. И, соответственно, как только эта компенсация будет предусмотрена в тарифе, эта задолженность будет закрыта. Поэтому, если отвечать коротко на ваш вопрос, если задолженность, ее в принципе нет. Пустить еще больше тумана в газовые схемы позволило решение НАКО перевести публичное акционерное предприятие «Укртрансгаз» в статус частного. Эксперты утверждают, это повлечет за собой рост тарифов на транспортировку газа и, соответственно, на тепло. Более того, нардеп Сергей Каплин уверяет, что такие изменения – первый шаг теневой приватизации газотранспортной системы Украины. Готовят скрытую приватизацию, кражу газотранспортной системы страны – «Укртрансгаз». Те изменения, которые они провели в форме собственности, предполагают, что эта компания теперь более закрыта, эта компания не может принимать участие в открытом фондовом рынке, эта компания может продаться нефтегазом в фактически кулуарном режиме и не будет отчитываться о конечных бенефициарах. То есть, эту компанию завтра и всю газотранспортную систему украдут у простых украинцев. А вот специалисты в сфере энергетики утверждают, «Нафтогаз» хочет подчинить себе и рынок распределения газа. На базе уже частного предприятия «Укртрансгаз» намерены создать монопольного оператора газотранспортных систем, что противоречит концепции Кабмина, которому и должен подчиняться «Нафтогаз». В «Нафтогазе» Украины реализуют или пытаются реализовать свою концепцию разделения компаний. В настоящее время она, как мы уже видим, очевидно противоречит позиции Кабмината Министров Украины, Мирового банка и представительства ЕС. Там уже четкая разница. Однако одним из таких шагов, как вот эта концепция «Нафтогаза», является изменение формы собственности «Укртрансгазом», для того, чтобы потом в перспективе создать на базе «Укртрансгаза» независимого оператора, а потом расширенного оператора, украинской ГТС. Я вам другую вещь еще скажу, что походу «Нефтегаз» превращается в такого, знаете, какого-то монопольного монстра. Эксперты считают, что Кабмин обязательно отреагирует на такие шаги «Нафтогаза». Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал «Интер». Президент подписал закон о создании антикоррупционного суда прямо во время выступления перед студентами Киевского института международных отношений. Глава государства отметил, что новая институция дополнит структуру антикоррупционных органов. В юрисдикции антикорсуда будут дела топ-коррупционеров, тех, кто нанес ущерб более чем на 900 тысяч гривен. По закону орган должен быть создан в течение года. Я наголошу, что коррупция не менее небезопасна для государства, чем российская агрессия и незаконная аннексия Крима. И именно поэтому первое, с чего мы начали, это создание антикоррупционной инфраструктуры абсолютно независимой для эффективной борьбы с коррупцией. И система электронных деклараций, которые 20 лет обещали, что у нас будут отвечать за то, чтобы твои выдатки совпадали с твоими доходами. И ты маешь пояснить это общество, если ты государственный службовец. Следующим элементом, который завершает создание антикоррупционной инфраструктуры, это создание высшего антикоррупционного суда. Украина и Дания могут значительно увеличить товарооборот. Об этом Владимир Гройсман заявил во время встречи с главой датского правительства Ларсом Люке Расмусоном в Копенгагене. Политики обсудили экономическое сотрудничество. Гройсман подчеркнул, что Дания – это один из ключевых партнеров Украины. И у этого партнерства большой потенциал. Премьер надеется, что украинский и датский бизнес будут взаимодействовать еще активнее. Мы имеем хорошие показатели, постоянно увеличивающие двухсторонние торговли. Мы уверены, что мы можем обеспечить динамику увеличивания не менее 20% торговли в этом году, сравнительно с 2017 годом. Мы имеем много сфер, где Дания имеет прекрасные технологические решения и возможности, которые мы можем впровадить в Украине. Я использовал наши разговоры во время обеда для того, чтобы поощрить премьер-министра дальше продолжить его тяжелую работу, модернизировать Украину и создать более честное общество, свободное от коррупции. В фонде гарантирования вкладов просят украинцев прийти за своими деньгами. Речь о вкладчиках Дельта-банка. До сих пор еще 300 тысяч клиентов банка-банкрота не обратились за своими вкладами. А вот тем, кто обратился, за последние 4 года выплатили уже более 90 миллиардов гривен. Как вернуть свои деньги? В следующем материале. Киевлянка Яна несколько лет копила на образование дочери. Перечисляла часть зарплаты на депозит в один из крупных банков Украины. Однако неожиданно тот обанкротился. Он лопнул, и я реально расстроилась, потому что я не знала, что с этими деньгами будет дальше. Яна – одна из тысяч украинцев, пострадавших от банкобата за последние 4 года. Если раньше, чтобы вернуть свои деньги, людям приходилось порой ждать месяцами и выстаивать по многу часов в очереди, теперь вернуть вклад – дело 15 минут. На сайте фонда гарантирования Яна нашла информацию, выбрала удобное для меня отделение, пришла сюда, всего лишь потребовалось паспорт и инфекционный код. Я написала заявление, после этого смогла получить возмещение назад. За последние годы в Украине обанкротилось 90 банков. Владельцы одних сбежали, других объявили себя банкротами. В итоге деньги клиентам возвращает государство. Начиная с 2012 года фонд гарантирования выплатил порядка 89 миллиардов гривен, что составляет примерно 2 миллиона вкладчиков. Самым крупным банкротом стал некогда один из крупнейших в Украине – Дельтабанк. Его клиентам в фонде гарантирования вкладов вернули уже 14,5 миллиардов гривен. Это выплаты вкладчикам, чьи депозиты не превышают 200 тысяч каждый. Однако до сих пор за своими вкладами не пришли еще более 300 тысяч украинцев, а это почти полмиллиарда гривен. В фонде отмечают, забрать свои деньги можно очень быстро. Фондом гарантирования сегодня введена система специальная для выплаты получения сумм. Это единая автоматизированная система, и она позволяет получить средства гарантированной суммы в любом банке агента. Это 13 банков агентов. Это все упрощает. Если ранее мы печатали бумажные реестры, отдавали в один банк агент максимум два банка агента, и они по бумагам искали вкладчика, и это занимало порядка трех-четырех дней. На сегодня выплата гарантированной суммы в банке агенте должна осуществляться не более чем 15 минут. Чтобы вернуть деньги и тем, чьи вклады превышают 200 тысяч, нужно продать активы банков-банкротов, отмечают в фонде. Каждую неделю через онлайн-аукционы здесь продают кредиты обанкротившихся финучреждений. На этой неделе уже выставили на продажу активы почти на 8 миллиардов гривен. Чем выгоднее их удастся продать, тем больше украинцев смогут вернуть свои деньги. Александр Котов, Дмитрий Шилин. Подробности телеканал Интер. Аграрные инновации в Украине. Тысячи фермеров из разных стран съехались в Тернопольскую область, где стартовал международный форум. Два дня участники будут делиться опытом и знакомиться с новинками. Чем удивляют организаторы, видели наши корреспонденты. Юрий Оборонов приехал из Киева. Его компания выращивает почти все сельхозкультуры, кроме рапса. Удобрения используют в основном нитратные. Но, говорит, хотел бы перейти на органические. Надеется, что на форуме больше узнает о новых технологиях. Больше экологически чистая. И производство будет проходить. И продукция будет органично и экологически чистая. Почерплю очень много для себя. Как и в агрономии, так и в механизации. Современная спецтехника. Новейшие агротехнологии и десятки локаций. Украинские и зарубежные производители презентуют свою продукцию. Инициатор форума – компания «Агропродсервис». Ее директор и по совместительству председатель Тернопольской областной организации Аграрной партии рассказывает. Фермерам не обязательно ехать за границу, чтобы познакомиться с современными технологиями. Все они представлены на форуме. Сегодняшнее собрание подтверждает, что сельское хозяйство – базовая отрасль в Украине. Уверен глава Аграрной партии Виталий Скоцик. И добавляет, у страны большой потенциал. Но без поддержки государства не обойтись. Мы сегодня здесь, в Украине, понимаем, как никогда, насколько важно аграриям быть в владе. Для того, чтобы в первую очередь создать прозорые инструменты финансирования всего аграрного производства нашей страны. Другая – прозорая податковая система, которая даёт возможность плановать бизнес. Третя – должны быть инструменты страхования, потому что мы зависимы и от погоды, и от изменения того климата, который происходит на сегодняшний день в всей стране и в целом мире. И, конечно, мы должны сегодня иметь те возможности создания дополнительных рабочих мест через переробную галузю. Создать 2,5 миллиона рабочих мест за три года вполне реально, уверен Виталий Скоцик. Законопроекты, касающиеся в частности финансирования и страхования фермерских хозяйств, в Аграрной партии уже разработали. Жанна Дучак, Зиновия, Автоназ. Подробности – телеканал Интер, Тернополь. В самом центре столицы движение транспорта сегодня было перекрыто. На улице Грушевского под Кабмином протестовали сотрудники Черкассы Облэнерго. Чего они требовали, мы узнаем у Данила Снисера. Он находится на месте и с нами на прямой связи. Даня, добрый вечер. Расскажи, чего хотят люди и что отвечают чиновники. Добрый вечер, Наталья. Сотрудники Черкассы Облэнерго начали свой митинг в правительственном квартале. Еще в 11 утра уже в обед перекрыли движение по улице Грушевского. Сейчас около 500 человек продолжают свой пикет под стенами Кабминета министров. И, собственно, причина этого, объясняю, что причина этого такова, что им не дают подписать мировое соглашение с главным должником предприятия, акционерным обществом Азот, которое задолжало порядка 2 миллиардов гривен. Мы сегодня решили приехать под Кабминет министров попросить премьер-министра или его заступников вмешаться в эту ситуацию, так как и фонд государственного майна, и энергоринок мают отношения, и самим подпорядковывается Кабминетом министров Украины. Вимоги в нас такие. Або сгрунтуйте свою четкую позицию, чему это вам так или не так. И второе вопрос к энергоринку, чему Черкаса Облэнерго имеет по своим мировым угодам, по своим боргам с энергоринком 35 миллионов гривен. Представители Черкаса Облэнерго говорят, что компания должна готова пойти на подписание мирового соглашения, но сделать они этого не могут, поскольку разрешение урегулирования конфликта блокирует фонд госимущества. Буквально пару минут назад к митингующим вышел представитель профильного ведомства, пообещал, что на следующей неделе проведут собрание при участии всех сторон конфликта. Поэтому движение по улице Грушевского митингующие уже разблокировали, и сейчас решают, как действовать дальше. Наталья. Спасибо, Данил Снисар, о сегодняшнем митинге в правительственном квартале. Попытка номер пять. Апелляционный суд Киева сегодня вновь перенес слушание по делу рейдерского захвата крупнейшего в Украине предприятия по переработке сои «Каховка Протеин Агро». Коллегия не успела получить протокол электронной регистрации апелляции прокуратуры и компании-захватчика «Каховка Пром Агро». Этому обанкротившемуся предприятию следователь ГПУ незаконно передал в управление территорию Каховского промышленного комплекса. Это подтвердил суд первой инстанции, решение которого «Пром Агро» в сговоре с ГПУ теперь оспаривают. На вопрос наших журналистов, почему генпрокуратура пытается оправдать действия своего подчиненного, представитель интересов ведомства в суде ответить не смог. Представители компании «Каховка Протеин Агро» наконец-то смогли попасть на свое предприятие. Спустя полгода, в январе, с драками, даже стрельбой завод захватила фирма «Банкрот», выставила свою охрану и с тех пор пройти на территорию не могли ни законные владельцы, ни сотрудники. Производство остановилось. В каком виде застали сотрудники компании свое предприятие и что намерены делать дальше, подробнее в материале. В каком виде застали предприятия представители компании «Каховка Протеин Агро». Сегодня они впервые за много месяцев прошли на свой завод. И то сделать это смогли только в сопровождении судебных исполнителей, которые зачитали решение Херсонского суда о запрете незаконной охраны предприятия. Представители владельцев осмотрели территорию, хотели зайти в админздание, чтобы пообщаться хоть с кем-то. Но все было закрыто. Представителей фирмы-захватчика не оказалось. Единственные живые люди – псевдоохранники. Зачем-то забаррикадировались в своей коптерке. Вот что нам рассказал замдиректора завода. Сегодня начали происходить какие-то необъяснимые события. Были, как видите, повреждены ворота. И мы узнали о том, что на сегодняшний момент есть, скажем так, какая-то... Мы знаем, что идут судебные решения. Мы узнали, что есть какие-то действия провокаторов, направленные, видимо, на то, чтобы мы не могли по закону судебным исполнителям попасть на наш объект. Мы были вынуждены пригласить активистов различных общественных организаций. Они нам пообещали, что они будут находиться здесь и помогать, потому что мы ожидаем явления очередной сотни тетушек, которые будут здесь что-то устраивать. Мы этого не хотим. Мы все делаем только согласно нашего законодательства. Мы по-честному боремся за то, чтобы возможность была у нас работать. Напомню, борьба за предприятие активизировалась в январе. Тогда в новую Каховку прибыла группа сотрудников ГПУ из Киева. По их удивительному постановлению, охрану здесь выставили бывшие собственники завода, банкроты. Ранее за многомиллионные долги банк забрал у них предприятие и передал в аренду нынешнему владельцу. И вот прежние хозяева прибегли к помощи правоохранителей, которые подменили своим постановлением решение суда. Не побрезговали даже силовым захватом с применением огнестрельного оружия. Сотрудники тоже здесь, говорят. Завод, который в это время года обычно работал в три смены, стоит, а сотрудники сидят без зарплаты. Заблокирована работа с предприятия. Нас не пускают на предприятие. Не работать, вещи даже личные забрать особо нельзя. Вещи такие, допустим, как там, свое. Не разрешают. Блокировал на предприятие уже почти полгода. Средств существования нет и как бы непонятно, что будет, как дальше. На предприятии у нас приблизительно около 130-150 человек работает. Работают в три смены. Приезжаю сюда, каждый день сюда приезжают. Ну, как бы, работа есть работа, надо работать. То есть, я выполняю разные задачи. Приезжаю, меня не пускают. То есть, даже двери не открывают. Ничего не объясняют. Толком нам никто ничего не объяснял. То есть, они пришли, люди неизвестные, нам никто ничего не объяснял. Нам, то есть, наше руководство нам объясняет, что да, у нас захватили, ну, то есть, незаконно ломились на территорию. То есть, там, как бы, с нарушениями, там, Конституции, права и всего остального. То есть, ну, такое. Люди здесь на территории были с оружием. Попасть на территорию предприятия сотрудники смогли только благодаря поддержке активистов и масштабной акции протеста. Общественники провели ее перед зданием завода. В руках плакаты требуют вернуть людям работу и остановить рейдерский захват «Каховка Протеин Агра». До нас, как до организации, вернулись работники, безусловно, данного предприятия, которое называется «Каховка Протеин Агра». В связи с тем, что неведомые люди засели в том, я не знаю, как оно называется, в течение будущего и не пропускают их до рабочих мест. Берут участь много разных организаций. Можу деякие назвать это «Стоп коррупции», организация, которую я безусловно представляю. Это так же организация, если не помняться, «Народное правосудие». Мы будем привертать внимание к руководству области, к руководству района, а также чиновников разных посадовцев, которые могли бы не допускать того, чтобы предприятия закрывались, а и дальше продолжили функционировать. Сейчас установлено наметное место. На месте выломанных рейдерами ворот активисты разбили большую палатку. Еще несколько установили перед проходной. С собой привезли воду, продукты, мешки с песком. Говорят, будут дежурить круглосуточно, чтобы не пустить непрошенных гостей. Вместе с нашей съемочной группой за происходящим на заводе пристально следят и журналисты нескольких информационных агентств. Ольга Иванченко, Алексей Уманский. Подробности. Телеканал Интер. Херсонская область. Расследовать угрозы и нападения на журналистов в Украине призывают в ОБСЕ. Заявляют, что в последнее время представители прессы часто подвергаются атакам из-за коррупционных расследований или критики. В большинстве случаев виновные не найдены, а безнаказанность провоцируют новые преступления, напоминают эксперты. Речь об этом шла на международной конференции в Киеве, посвященной свободе слова. Участвовали представители ОБСЕ, иностранные и украинские журналисты. А вот из представителей власти никто не пришел. Поэтому о главных угрозах для прессы журналисты поговорили друг с другом. Это вопрос физической незахищенности, системной безкарненности о физических атаках, как журналисты, так и медиа. Мы, конечно, разочарованы тем, что мы не видим посадовцев на этой конференции. Потому что, фактически, я понимаю, что люди наделенные великими повноважениями. Они понимают, что аудитория, где почти 200 журналистов, где международные эксперты, это аудитория, которая хочет почути звит, как в Украине защищаются права журналистов. Сегодня я думаю о Павел Шеремет. Сегодня, я думаю о Павле Шеремете, Олесе Бузине и напоминаю о важности завершения расследования их убийств. И вновь призываю положить конец безнаказанности в преступлениях против журналистов. Первый шаг в их защите – это привлечение к ответственности виновных. В Афинах украинских верующих призывают к единству. Ситуацию вокруг Украинской Православной Церкви обсудили сегодня на 25-й сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия, которая проходит в столице Греции. Там собрались представители 27 государств. Украину на сессии представили народный депутат от оппозиционного блока Вадим Новинский и глава административного аппарата Киевской митрополии УПЦ епископ Виктор Кацаба. Депутаты и священники говорили о парламентской демократии и христианских ценностях. Особое внимание уделили Украине, отметив, что государство не должно, по их мнению, вмешиваться в дела Церкви. Мы дали себе позицию о том, что происходит в нашей стране. По итогам наших докладов, генеральный секретарь Ассамблеи Андреев Михайлидис дал указание внести в итоговую декларацию пункты о том, что Межпарламентская Ассамблея Православия всецело поддерживает Украинскую православную церковь и глава с Боженнейшим митрополитом Ануфрием. Выступает за неизменность канонического устройства нашей страны и за невмешательство государства в церковные вопросы. Мы говорили о том, что государство не должно вмешаться в общие церковные вопросы, а тем более делать это предметом предвыборной технологии. Если идти тем путем, это приведет к самым худшим последствиям. На Украине уже никогда не будет единой православной церкви, а будут существовать две параллельные юрисдикции. Это приведет к конфликтам в селах, в городах. Это будет начало масштабному гражданскому конфликту на религиозной основе. Это ни в коем случае нельзя допускать. Украинская православная церковь, вместе с позицией поместных православных церков, которая является одноголосной, выступает за подолание расколу в Украинском православии. И после того, когда эта рана будет вылечена, мы должны заложить все наши возможности для того, чтобы этот процесс не только начать, но и активно продолжать и дойти до позитивного результата. Только после этого мы готовы обговорить каноничный статус единой украинской православной церкви. В Украине разгар выпускных. Сегодня 2000 студентов Харьковского политеха получили свои дипломы. Какие профессии сейчас в моде, узнаем от Светланы Шакеры. У дворца студентов счастливые теперь уже выпускники и их преподаватели. Доктор технических наук Борис Клепиков окончил Харьковский политех 60 лет назад. Всю жизнь посвятил электромеханике. Сейчас на его кафедре создают мобильные роботы и электромобили. На нашей кафедре и создан первый в Украине электромобиль с суперконденсаторной батареей. Выпускники говорят, технический вуз – это сложно и перспективно. Многие уже нашли себе работу. Сейчас буквально защиты меня забрали уже на работу. Я буду работать в Харьковском аккумуляторном заводе. Я занимаюсь разработкой безопасного оборудования для систем управления. А где? На что себе уже работают? Да? Да. В железнодорожной отрасли. Открытый в конце 19 века Харьковский политех был первым техническим вузом в Украине. Не сдает своих позиций и сейчас. Практически все технические отрасли – это те, которые связаны с подготовкой специалистов в НТУ ХПИ. Это и химическая промышленность, это энергетика, это машиностроение, это транспорт. Это, безусловно, сегодня крупнейший IT-сектор. Сегодня политех в мировом рейтинге учебных заведений. Поздравила выпускников и глава Харьковской облгосадминистрации. Харьковский политех – это бренд. Если ты имеешь диплом Харьковского политеху, перед тобой открываются все двери. Но насколько ты используешь эти возможности, зависит исключительно от вас. Я желаю вам всегда быть в авангарде. Я желаю вам использовать все возможности, которые открываются перед вами в жизни. Каждый пятый студент Харьковского политеха сегодня получил диплом с отличием. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. Это все новости на сегодня. Приятного вам вечера и доброй ночи.